Главная задача соглашения епархии Приволжского университета делиться духовно-нравственным опытом церкви с будущими медиками. Таким образом, духовенство надеется привить молодым врачам милосердие к пациентам, чтобы те не просто зарабатывали на лечении людей, а по-настоящему искренне спасали жизни. Сработничество медицинского учреждения с церкви должно давать вот эти свои нравственные плоды. Обязательно надо, чтобы своим примером, чтобы наши сестры милосердия, которые будут заниматься с молодежью, наши священнослужители могли показать этот добрый пример. Обучение будущих докторов важно не только научить нам их профессионализму, научить правильно лечить физически тело, но и, конечно, врач – это человек, который должен разговаривать с пациентом, который должен ему передавать тепло не только рук, но и души. Кроме обмена опытом, для студентов филиала ПИМУ совместно с епархией планируют проводить поездки. Это будет паломнический туризм по святым местам нашего региона. Таким образом, будущих медиков будут просвещать в православной стезе. Екатерина Селезнева учится на первом курсе. В будущем планирует заняться психотерапией, чтобы помогать людям справиться со стрессовыми ситуациями. Помочь в этом может и Вера. Иногда случается чудо, в которое ты не веришь, что, например, человек выживет, а он взял и выжил. То есть, ну, это необъяснимо просто. Поэтому, я думаю, важно верить в Бога, потому что иногда прям вот спасает, мне кажется, эта вера. Для студентов ПИМУ и руководство медуниверситета провели экскурсию по епархиальному молодежному центру. В завершении для всех желающих в кафе Дома молодежи прошло общее чаепитие.